Гвоздика Добрый день! Гвоздика – божественный цветок. У разных народов гвоздика считается символом добра и справедливости, постоянства и верности. Гёте посвятил этому цветку стихотворение с такой строкой «Всех глаз прекрасней, всех звезд цветлей». Латинское название «рода» можно перевести как «божественный цветок», а нам это растение более известно как гвоздикам. Традиционно гвоздика бородатая считается двулетником, но при укоренении вегетативных побегов она может существовать бесконечно долго. Если отогнуть такой побег, пришпилить к земле и регулярно поливать, то он успешно укоренится. Далее его можно либо отделить, либо оставить на месте. Впрочем, растение и само успешно справляется с этим делом, раскидывая побеги по голым участкам земли и образуя густые коврики на тенистых и сыроватых окраинах цветка. Потенциально многолетнюю гвоздику китайскую практически всегда выращивают как однолетник, поскольку лучше всего она цветет в первый сезон, а в северных широтах плохо сохраняется зимой. Короткий срок от посева до цветения 2-3 месяца позволяет сеять ее на рассаду довольно поздно, в марте-апреле, когда цветовой период уже довольно длинен и не нужен напрягаться с подсветкой. Дикая форма имеет небольшое соцветие из розовых с красным центром цветков и растопыренные чисто зеленые листья. Сорта этой невысокой до 20 см компактной гвоздики, большей частью произведенные от разновидности хедвига, которая может числиться как отдельный вид, имеют крупные до 5 см в диаметре простые махровые цветки, окрашенные ярко и разнообразно. Существует много сорта серий и индивидуальных сортов. Очень эффектен махровый с белыми каемками на темно-пурпурных лепестках. Нередки гибридные сорта получены от скрещивания с гвоздикой бородатой. Они украшены более широкими соцветиями щитками, ярко-зелеными листьями. Их культивируют как однолетники. Это малиновая снежана, сорт серии Imperial, 18 окрасок. Смесь белых и розовых цветков с разнообразными кольцами. Компактные, разноцветные. Среди гвоздик нередки и несомненные многолетники. Их сеют как весной, так и осенью прямо в грунт. Зацветают они на второй год. Они зимостойки, но хороший дренаж для многих будет не лишним. Прежде всего это касается миниатюрных гвоздик для альпинариев, населяющих в природе горы Европы. Внешне они сильно схожи и различаются лишь высотой от стенкам листвы и краем лепестков, который может быть ровным или зубчатым. Цветки у них относительно крупные, до 3,5 см в диаметре. А короткие скрученные вегетативные побеги с листьями, зачастую напоминающими иглы, образуют ровные аккуратные подушечки. Не вдаваясь в систематические тонкости, можно просто упомянуть их название, чтобы при случае любителей альпинариев, встретив их в каталоге семян или в садовом центре, не упустили возможности приобрести. Очень красиво и не перегружено, и приятно для глазу, и ароматные очень эти цветки. Замечательно просто. Всего доброго вам и до свидания.